всем привет дорогие друзья сегодня у меня срочное обращение ко всем моим подписчикам поклонникам доброжелателям а также к врагам и к ненавистникам количество которых в последнее время увеличилось в разы потому что им почему-то кажется что я изменил свою позицию до в своих видеороликах хотя практически в каждом своем видео повторял что российская федерация является одной из главных площадок экспериментальных площадок глобальных элит и конечно же во всем этом в первую очередь и непосредственно замешано руководство российской федерации без этого никак бы это все не удалось провернуть а руководство это по сути владимир владимирович путин и вот сейчас когда это само руководство начало заниматься напрямую геноцидом без преуменьшения геноцидом славянского народа потому что гибнут не только украинцы в огромных количествах женщины дети старики я уже молчу о военных конечно же но в том числе огромное количество гибнет людей и со стороны российской федерации вот сейчас обезумевший лукашенко хочет и белорусские войска туда вводить на верную гибель это все не больше не меньше геноцид славянского народа и все те из вас кто это поддерживает а таких очень много среди россиян и белорусов том числе если вы не не одумаетесь как можно быстрее в своих взглядах на данную ситуацию то вы окажетесь пособниками фашизма 21 века без преувеличения друзья потому что я не верю что в 21 веке человека можно зазомбировать настолько что он не будет видеть дальше собственного носа до первые пару дней неделя максимум две но потом здравомыслящий человек должен начинать понимать что как минимум здесь что-то не так ведь очень многие мне пишут да что ты говоришь сволочь ты гонишь там на путина да он спасает там украину от фашистов да он спасает мир от глобалистов все он делает правильно а все что там показывают горы трупов мирных людей в украине это просто фейки ложь и провокация то есть ради вас да чтобы вы так думали с утра до ночи устраивают целые спектакли взрывы жилых домов трупов сделают из воска да там ложат вообще в своем уме это к вам обращаюсь к тем кто это поддерживает многие из вас мне пишут часто что ты не знаешь что происходит тебя нет на месте событий нафиг ты об этом снимаешь так я вот вам сейчас скажу одну вещь и надеюсь что благодаря этому ваше мнение о моих знаниях слегка изменится дело в том что в том что сейчас семья моей жены находится в украине в городе шостка это 100 километров от киева примерно город полностью отрезан от внешнего мира уже почти неделю ну то есть сначала боевых действий сразу же как эти действия начались две из трех ведущих в город дорог были взорваны а третья перекрыта нацистами только не всеми нацистами которых пришла уничтожать так называемая русская армия а нацистами в лице русской армии которые расстреливают всех и военных и конечно же гражданских которые едут по этой дороге военных то понятно еще на но гражданских до расстреливают с пулеметов а могут с гранатомета в машину стрельнуть поэтому с города выйти невозможно вот-вот там начался гуманитарная катастрофа еда у людей заканчивается там находится мать моей жены ее брат ее старенькой бабушкой под 90 лет еда подходит к концу она уже еле ходит постоянно звучит воздушная тревога периодически нужно спускаться с третьего этажа в подвал но она не может ее на руках носят туда и назад слава богу шостку пока не трогай не тронули бомбовыми ударами но вот-вот эти фашисты начнут расстреливать все больше и больше городов городов в которых живут ни в чем не повинные жители фашисты это русская армия начнет расстреливать и белорусская сюда войдет и так понимаю тоже многие из вас наверняка хотят сказать и часто говорят мне в комментариях а как же расстрелы донбасса на протяжении 8 лет где ты был тогда почему-то об этом не говорил я был в армии тогда белорусской все это видел из пропагандистских сми с которых людям вливали в уши такое же дерьмо клево и сейчас но даже если то что украина расстреливала донбасс все восемь лет оказалось правдой даже если бы это было так неужели вы считаете что справедливым наказанием и выходом из этой ситуации было бы брата убийственная война в украине война которая уничтожит на россию в первую очередь вашу страну если вы не очнетесь это в первую очередь обращаюсь к тем русским которые это все до сих пор поддерживают я поддерживают с пены у рта и чуть ли не аплодируют путину стоя так вот знаете скоро уже очень скоро ваши двери постучится голод и когда на полках ваших продуктовых магазинов не останется еды потому что ваша страна будет уничтожена полностью экономически и по всем другим параметрам то тогда вы измените свое мнение но будет уже поздно хочу обратиться ко всем тем россиянам которые адекватно смотрят на вещи понимают что происходит на самом деле в украине я верю что такие россияне есть так вот я хочу вам сказать самый злейший ваш враг сейчас тот кто поддерживает сейчас в этом плане ваше правительство очень жестко нужно начать поступать с такими людьми нужно начать выходить на улице миллионами чтобы свергнуть это правительство потому что если в этого не сделаете и тем более если вы продолжите это поддерживать вы будете ничем не лучше тех кто сейчас уничтожает мирных людей в украине а я же буду дальше вести свою информационную войну и призываю всех неравнодушных людей присоединиться к ней этой войне против фашистского российского правительства и белорусского конечно же сам я белорус у меня есть телеграм-канал где я публикую все зверства которые происходят там только проверенная информация ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео проходите и подписывайтесь и распространяйте везде где где только можно те видеоролики которые будут там таким образом вы все внесете в свой вклад в то чтобы как можно большему количеству людей открыть глаза пока не поздно хотя уже наверно поздно но может стать еще гораздо хуже а я же в свою очередь встречаю завтра с украины лучшую подружку лучшую подружку детства моей жены вместе с маленьким полудурогодовалым ребенком она оттуда едет с дочкой сегодня она хотела в киеве сесть на поезд киев-варшава но они не смогли туда пробиться во время того как люди садились в поезд начались обстрелы непонятно где начались взрывы знаете как это происходит а нет вы не знаете но если пойдет так и дальше скоро узнаете если так пойдет и дальше и ваши и в ваш дом придет война так вот они не смогли пробиться в поезд была такая толпучка что люди падали из-за паники и дети падали а люди в панике бежали по этим детям топтали в самом поезде им удалось укрыться в вагоне-ресторане за барной стойкой спрятаться чтобы их не затоптали такая началась паника подобный ужас творился только во вторую мировую вы хотите стать пособниками этого? задайте для себя этот вопрос и ответьте на него хотите ли вы пожертвовать своим будущим ради того чтобы российское правительство отомстило за бедный Донбасс как вы думаете Донбасс безусловно бедный но вот кто его обстреливал это совсем другой вопрос хотите ли вы стать мучениками ради Донбасса и пожертвовать своими семьями а это будет это будет я вам обещаю если вы не смеете свою позицию вас приравняют к пособникам фашистов слава богу подружка моей жены села на другой поезд до Львова и они уже едут остается только молиться что по пути не взорвут железную дорогу или не расстреляют поезд с истребителей ваши так называемые защитники отечества российские войска еще неделя пройдет я лично буду считать всех тех кто поддерживает все что происходит в Украине то есть кто поддерживает российские войска и их действия в Украине я буду приравнять этих людей к тем кто это все совершает то есть к настоящим фашистам нашего времени и это буду делать не только я весь мир будет считать вас таковыми поверьте поэтому пока не поздно думайтесь и выберите правильную сторону спасибо за внимание пока